МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирск. География конкурса была очень обширная. Было Казахстан, и Хакасия, и Омская область, и Кемеровская область, и даже нашей Иркутской области присутствовали коллективы. И мы привезли оттуда награду достоинством лауреата второй степени. Браво! Поздравляем! На самом деле для нас это почетная награда, потому что девчонки у нас занимаются не с трех лет, как мы обычно набираем деток, а это наша, скажем так, уже взрослая группа, которая уже в осознанном возрасте, дети пришли в 10-12 лет и сказали, хотим танцевать. Как здорово! То есть, в принципе, даже если в таком возрасте дети приходят, в любом случае можно привезти даже награды из различных фестивалей. Вот, видите, мы бросили вызов и доказываем. Да, это здорово. У вас еще одна награда, да, в первой степени, или как это называется, лучший костюм, да, вы привезли из Новосибирска? Да, мы привезли еще один кубок за лучший костюм. Тогда раскройте секрет, как придумываются костюмы, кто их придумывает. Да, кто их придумывает, кто воплощает эти идеи. Ну, наверное, вот эту вот творческую подоплеку очень сложно вам сейчас будет передать, потому что это как-то рождается в голове самой... В чьей голове? В моей голове, и это сложно объяснить, как этот процесс происходит, просто видится образ и все. А техническая сторона, это, конечно, тогда, когда мы уже идем по магазинам с тканями и ходим там целыми днями с утра до вечера, подбирая что-то, что-то есть, что-то нет, где-то переигрываем. То есть это тоже вы не отдаете швеям, это вы все сами? Нет, швеям мы отдаем, только когда уже образ готов, эскизы, да, тогда мы уже... То есть и эскизы, и ткани все подбирают там руководители для вас. Да, да. Сколько времени уходится на воплощение от идеи до уже, собственно, танца? И что сначала рождается, костюм или танец? Вы знаете, абсолютно по-разному. Бывает, увидишь какое-то сочетание необычных цветов, рождается какая-то идея, от идеи, допустим, потом музыку подбираешь, образ родился, бывает наоборот, пришел какой-то образ от навеянной музыки, к примеру, и уже начинаешь к нему образ подбирать, да? Какой танец мы сегодня увидим, как он называется и какую подоплеку он несет? Наш танец называется «Замкнутый круг». Мы пытались в нем показать такую вещь, как наши вот трудные будни, которые день за днем, и мы пытались уложить это вот в это время, которое за три минуты, да, там с небольшим. В общем, «Замкнутый круг». Почему? Потому что, ну, начало, мы с вами начинаем утро, у нас бег какой-то, у каждого свои дела, и заканчиваем утро. И, в принципе, оно как-то все вот одно к одному. То есть это целая драматургия, и вот такой вопрос, чем вот театр танца, театр танца отличается от обычной какой-то хореографической студии? Вот, Катя, вы действительно правильно заметили, что если обыденным языком сказать, чем отличается, чтобы зрителю было понятно, в первую очередь, это, конечно, определенная драматургия, потому что нам важно донести не только эмоцию какую-то позитивную, а заставить переживать и зрителя тоже. Вот в этом случае, вот мы как театр, да, ну, слово «театр» само за себя говорит, да, и, конечно, название «театр танца» обязывает коллектив нести вот именно такую подоплеку. Ну что ж, даем слово нашим актерам театра танца «Белый август». Прошу, девушки, мы с удовольствием посмотрим вашу контакт. Да, посмотрим. Спасибо. 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 Спасибо.